Доцент кафедры высокомолекулярных и элемента органических соединений Химического института имени Александра Бутлерова Казанского Федерального Университета Аркадий Курамшин стал победителем премии за верность науке в номинации «Популяризация химии». Учредителем премии выступает Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. Я сотрудничаю с Центром молодежи «Смена», с Казанским музеем «Естественные истории», с «Умной Казани», с «ЕС наукой». То есть, в общем-то, фактически открыт для любых, скажем так, организаций, которые хотят действительно пропагандировать научное знание. Аркадий Курамшин является автором трех книг по химии, выступает в средствах массовой информации и использует другие методы популяризации науки. Это научные статьи, то есть, причем, заметим, не только в российских, но и в международных журналах. Есть такой казахстанский журнал «Ойла», думаю, который, заметим, еще переводится на другие языки. Я там тоже довольно часто пишу и публикуюсь. Это лекции. Лекции, ну, конечно, в первую очередь в рамках системы пронаука в нашем Казанском университете. Лекции доцента КФУ являются открытыми и направлены на широкую аудиторию. Тематика лекции, она бывает разная. Ну, иногда, скажем так, она даже бывает, ну, к какому-то моменту, потому что, ну, например, в той же самой смене мной были уже прочитаны лекции «Химия лето, химия осени и химия зимы». Ну, то есть, на климатические переходы в музей, естественно, истории во время чемпионата я читал, что химики делают для спорта вообще и футбола в частности. 17 февраля в Музее естественной истории Республики Татарстан состоится презентация книги Аркадия Курамшина «Элементы. Замечательный сон профессора Менделеева». «Элементы сон Менделеева» — это, как говорится, трибюты году периодической системы, которая у нас началась вот неделю назад официально в Париже и завтра-послезавтра начнется в России, то есть в этом году мы отмечаем 150-летие периодического закона. Книга, ну, номер три элемента — это короткий рассказ про каждый из 118 элементов, населяющих таблицу Менделеева. Доцент Казанского федерального университета планирует продолжать работу в этом направлении. Все, что я делал до этого, я планирую продолжить делать и дальше, но только еще немного лучше, чтобы не подвести в первую очередь читателей, которые читают, ну или слушатели лекций. Артем Тупичкин, Ленар Довлетяров, Универньюз.